Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста книги «Исход», 20 глава, 5 стих, мы зададимся вопросом, ревнует ли Бог? Проблема заключается в том, что в Библии говорится не только о том, что Бог ревнитель, но также, что одно из его имен – ревнитель. Смотрите, исход, 34 глава, 14 стих. С другой стороны, ревность в человеческом понимании, конечно, это грех, это недоверие и так далее. И если Бог, Он абсолютно свят, то как это можно совместить с чувством ревности? Здесь надо понять, что все, что мы говорим о Боге, все это должно говориться в положительном смысле, потому что Бог святой, Он абсолютно свят и бесконечно превознесен над человеческой святостью и над человеческой праведностью. И когда в Писании говорится о том, что ревность присутствует в Боге, речь идет не о человеческой ревности, как результате подозрения, недоверия, а о божественной ревности, о том, чтобы мы состоялись в истине и никак не уклонились бы от стезей праведности. Даже апостол Павел говорит о ревности Божией. Смотрите второе послание к Коринфянам, 11.2. Но стих, который мы рассматриваем сейчас из Закона Божия, где говорится, что Бог ревнив, он находится в контексте запрета на изолопоклонство. Поэтому с этой стороны мы должны посмотреть на этот текст. В книге Второзакония, 12 глава, 2-й, 4-й стих мы находим такие слова. Вот это слова, которые объясняют значение божественной ревности. Это стремление Бога видеть нас лучшими, видеть нас удаляющимися от двоеверия во имя идеалов единобожия, монотеизма. В Евангелии от Матфея, 6 глава, 24-й стих мы находим слова против человеческой двойственности. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Это тоже слова божественной ревности, но в таком положительном, божественном смысле. В послании Иакова, 4-я глава, 4-й, 5-й стих «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром – есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас?» И первое Коринфянам, 10-я глава, 7-й по 9-й стих. «Смотрите, здесь уже прямо говорится об идолопоклонстве и о том, как важно все это оставить, в том числе и ради ревности Божией. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел, есть и пить, и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, то есть искушать ревность Божию. Как некоторые из них искушали и погибли от змей». Таким образом, земная ревность – это действительно то, что основывается на подозрительности, на желание того, чтобы нам что-то принадлежало, и это что-то принадлежало бы только нам. «Однако Божья ревность всегда оберегает то, что принадлежит Богу, а по праву Творца Он единственный собственник во Вселенной». Помните, Христос сказал «Отдавайте кесарево кесарю, а Божье – Богу». Так вот, все, что мы имеем, принадлежит Ему. И вот здесь разница между человеческой ревностью, неоправданной, оскорбительной даже, и божественной, как святого дерзновения, точнее, святого такого устремления навстречу к нам, чтобы пробудить нас для жизни вечной. В Нем, в Боге и с Ним. Подписывайтесь, друзья, на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok